Деятельность кафе, баров, ресторанов была прекращена еще в апреле. Работать можно было только в режиме доставки готовых блюд. Одни приняли такие условия, другие закрылись. Как городские учреждения общественного питания готовятся к открытию, расскажет моя коллега Ирина Волокитина. Известие о долгожданном открытии общепита для сотрудников «Зодиака» все-таки стало неожиданным. 1 сентября возобновить работу кафе-клуба не получится, говорит Геннадий Кухарук. Информация поступила по поводу, что все-таки снимают ограничения буквально вот сегодня. И, честно говоря, мы пока не готовы открываться. Наверное, планируем все-таки, вот я уже разговаривал со своим организатором, ну попробуем пятницу, субботу открыться. Работы накопилось много. Нужно и срок годности продуктов проверить, и их ассортимент пополнить. Частное заведение было закрыто с конца апреля, но сложа руки, как говорится, не сидели. Вчера буквально разговаривал с нашим диджеем Андрей, работает уже не первый год. Мы с ним обсудили по телефону. Завтра он буквально придет, протестирует всю аппаратуру свою заново. Значит, к нему он подготовил новую программу. Так что мы не отстаем. Для посетителей мы подготовили новое меню. У нас обновилось меню, добавилась европейская кухня. Вы можете здесь очень вкусно покушать и приятно провести вечер. Ресторан «Семлиственец» – муниципальное предприятие. В большом банкетном зале сотрудники обсуждали планы на завтрашний день. К открытию готовы. Ну, надеемся, что полностью. Если что-то, какие-то шероховатости, мы еще завтра до обеда все подработаем. Но вот сегодня мы прям с утра заняты тем, что готовимся к открытию и ресторана, и столовой. Для удобства посетителей установили большой выдвижной экран с проектором, чтобы гости могли просматривать свое видео. В меню добавили новые фуршетные закуски. Заведующая производством Алла Хитрук делает последние штрихи. Мы с большим удовольствием и желанием ждем всех посетителей своих, которые приходили к нам раньше и которые новые придут. Мы будем всех рады видеть. Соскучились по работе? Очень. Прям сильно-сильно. Но открыть двери для посетителей и приготовить вкусную еду – этого недостаточно. Работать придется по новым правилам. Если у нас полностью посадочных мест в столовой было 60 человек, то теперь одновременно это будет 30 человек, то есть до 50% полной загрузки работы столовой. Далее мы провели сигнальную разметку на полу, то есть расстояние, которое должно в гардеробе соблюдаться, при выборе блюда, при расплате, при расчете на кассе и так далее. То есть произведена разметка, везде поставлены санитайзеры, чтобы люди могли обработать руки как в туалете, так и в гардеробе, так и после расплаты на кассе обязательно. Расстояние между столами соблюдено. Это до полутора метров, как советует Роспотребнадзор. Санитарные требования мы выполним, уверяют представители общепита. И в семи лиственницах, и в зодиаке рады, что город возвращается к прежней жизни. Сотрудники предприятий надеются увидеть в книге отзывов только добрые пожелания.